Субтитры создавал DimaTorzok 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 Дима Торзок 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 Посмотрите на меня. Оставайтесь на ногах. Если мужчины думают, а почему мы не встали, истина состоит в том, что женщин надо услышать. Так что в этот раз я говорю прямо женщинам, обращаюсь. Знаете, почему Бог создал женщин? Знаете, до грехопадения была проблема, знаете, Бог создал женщину как ответ на первую проблему. Первая проблема была в том, что нехорошо быть человеку одному. Вы созданы под Духу Божьему. Женщины должны перестать соперничать друг с другом. Они должны перестать друг друга унижать. Посмотрите вокруг вас на ваших сестер. Ты — ответ, а не моя проблема. Посмотрите друг на друга и скажите, «Я — ответ, а не проблема для тебя». Сегодня до вечера. Я вижу, что здесь нету темнокожих. Мне нужно, чтобы вы имели конкретное отношение. Положите свою руку вот так на вашу талию и посмотрите в зеркало. Если есть какая-то проблема, то я — ответ. Хорошо? Хорошо? Вы можете присесть. Быть ответом — это не означает, что вы должны вести себя подобно мужчинам. Знаете, феминисты думали, что если женщина, она будет поступать подобно мужчине, то она будет иметь все то, что имеет мужчина. Но реальность состоит в том, что есть особые таланты и навыки, которые присвойственны женщинам. Например, интуиция, забота, понимание, которые должны прибавляться к мужчине. Я хочу быть более конкретной. Мужчины — не ваша проблема. И мужчины — не ваш ответ. Бог — есть ваш ответ. Как Божьи дочери и сыновья. Мы нашу жизнь должны получать от нашего Небесного Отца. Я настолько воодушевлена, чтобы представить перед вами образы. Очень часто люди спрашивают меня, «Ты такая смелая». Было время, когда я была в ужасе. Этот мужчина, Джон Бивер, он не позволял, чтобы я жила в своем удобстве, в комфорте. Он не позволял, чтобы я продолжала жить в своем комфорте. Он был молодежным пастором. И мы на машине ездили на служение церковное. И он должен был готовить проповедовать в этот вечер. И я сказала... И муж Лиза... Он сказал, «Лиза, я позову тебя на сцену». Так что будь готова. И я пряталась. Я опаздывала на служение. Он видел, что я сидела в самом конце зала. Лиза сидит там в конце зала. Любимая, иди сюда, вперед. А я говорила, «Нет, нет». Он говорил, «Иди, иди». А потом он взял меня. Он приблизил микрофон к моему лицу. И говорил, «Ну, говори». Я была в таком волнении в этот момент. Я открыла свой рот. И Бог наполнял мои уста. И когда мы сели в машину, чтобы вернуться обратно... И я говорил, «Больше не смей делать подобного. Я тебе не какой-то предмет». То, что ты являешься молодежным пастором, это не означает, что я тоже являюсь молодежным пастором. Мой муж говорил, как будто дьявол говорит. Как ты можешь говорить, что я говорю подобно дьяволу? Ты говоришь, «Это сделаю то, не сделаю». Я не пытаюсь сама себя возвысить, я пытаюсь спрятаться. И он сказал, «Лиза, ты делаешь свою волю. Твоя жизнь не принадлежит тебе. Ты искуплена дорогой ценой. И ты не имеешь права оставаться в зоне комфорта, когда есть много людей, которые находятся в трудностях. И я сказала, «Джон Бивер, не говори со мной так, как будто...» Я сказала, «Я твоя жена, а не твоя соседка». Не знаю, знаете ли вы об этом или нет, но мой глаз, он искусственный. Когда мне было пять лет, я потеряла свой глаз по причине рака. И всю жизнь я пыталась спрятаться. Потом я вышла замуж за мужчину, который говорил, что я не имею права прятаться. Я сражалась против этого. До того времени, как Бог коснулся моей жизни, виденье, мы ожидали нашего четвертого сына. И каждый день это как борьба за существование. Здесь есть молодые матери. Я прошу, поднимите ваши руки. Пусть Бог благословит вас. Каждый день я жила, мечтая, что дети лягут спать, и я смогу просто почистить свои зубы спокойно. И когда они просыпались, я ожидала, когда же они пойдут снова спать днем. И когда они просыпались от сна, я ожидала, когда же они, наконец, пойдут спать ночью. И мы ожидали нашего четвертого сына. И мне нужно было, чтобы мои дети, они пошли спать. Потому что каждый вечер с десяти до двух часов ночи, я редактировала книгу моего мужа «Приманка сатаны». И мне нужно было, чтобы мои дети легли спать, чтобы я могла заняться этой работой. Я была обессилена и была наполнила беспокойством. Я боялась абсолютно всего. Когда засыпала, однажды я легла спать, и я проснулась и увидела видение. Я увидела, как львица, она лежала на каменном утесе. И на этом камне было написано число 23 глава, 24 стих. Я помню, когда я смотрела на этот образ, несмотря на то, что львица не двигалась, я видела, что она более живая, чем я. Вы когда-нибудь смотрели на что-то, например, на звезды? Может быть, на гору Арарат? И когда вы смотрите на нее, в вашем сердце что-то открывается. Со мной произошло подобное. В этот момент мне казалось, что мое сердце просто взорвется, и я услышала голос, который говорил, «С рождением этого сына ты проснешься, как женщина-львица». И я начала дрожать. Я полностью проснулась в присутствии Бога, просто пропитанное присутствием Бога. Я хочу более точно сказать, обычно я в присутствии Бога не просыпаюсь. Обычно, когда я просыпаюсь, первая мысль, которая приходит, «Где я?» на собраниях «Хиллсанг». Несколько лет назад я участвовала на собраниях «Хиллсанг». Две недели было в Сидне, потом в Киеве и в Лондоне. Во время конференции последний день я еле-еле встала со своей постели, я прошла через улицу, чтобы зайти в Старбакс, и тогда я думала, что это для меня Бог поставил его там. Когда я зашла туда, я увидела там мать одного из спикеров этой конференции, она посмотрела на меня, потом она еще более внимательно посмотрела на меня. И в этот момент я вспомнила, что на мое лицо было запачкано зубной пастой. И я читала в одном из журналов красоты, что если ты хочешь, чтобы твое лицо было гладким, ты должен намазать твое лицо зубной пастой. И на моем лице была намазана паста красного, синего, примесь красного, синего и белого. И я вспомнила, что люди в лифте на меня смотрели странным образом, и сейчас эта женщина на меня смотрит странным образом. Я захотела себя почувствовать нормально, и чтобы она тоже себя не чувствовала неловко. И я сказала, на моем лице паста, наверное, намазана. И она сказала, да, есть. Я обычно не просыпаюсь утром полностью, но в этот день все мои чувства, они были полностью пробуждены. Я протянула свою руку рядом на своей постели, взяла свою Библию, открыла книгу числа 23 глава, и в 24 стихе написано, «Вот народ, как львица встает, и как лев поднимается, не ляжет, пока не съест добычи, и не напьется крови убитых». это слово, они как будто выпрыгивали из страниц, из страницы Библии. И я думала, какое это отношение имеет ко мне? я дала рождение своему четвертому сыну, я назвала его Айден Кристофер, что означает целеустремленный, огненный. с его рождением мой мир расширился. Мне начали присылать приглашения, чтобы идти на всякие мероприятия и проповедовать. И мой муж говорил, «До того, как ты говоришь нет, ты же должна сначала помолиться?» Я думала, «Нет, я не хочу молиться». Потому что если я буду молиться, Бог скажет, возможно, иди и проповедуй, а если я не буду молиться, я не буду иметь ответа. Кто из вас читал в Библии, что ваш дар откроет пред вами путь? Там не написано, что я одарена, и это откроет для меня путь. Там написано, что твой дар, оно откроет для тебя место. Прошли годы, и я оказалась, так получилось, что я оказалась в Новой Зеландии, и я начала думать, «Вау, все это происходит, сейчас я смелая, я похожа как женщина-львица, и Бог исправил меня». Он сказал, «Я тебе сказал, что с рождением твоего сына ты проснешься как женщина-львица». не ты женщина-львица. Иисус есть лев из колена Иуды. И пришло время, чтобы его невеста, его церковь, она проснулась как женщина-львица. Два года. Я изучала все, что касается львов. Позвольте мне рассказать вам одну вещь. Лев своим видом дает женщина-львица. И нет никого, кто заставит меня более гордиться, чем женщина-львица. Они вместе, лев и львица, охотятся. У них есть своя стратегия. Они заботятся друг о друге. не считают, что если кто-то выглядит не очень хорошо или находится в плохом состоянии, то они кажутся в сравнении с ним выше. Они понимают, что если его женщины-львицы, они осознают, что их сила дана для сужения. Они одновременно беременеют и рожают, потому что львицы-матери осознают, что львята одного возраста имеют больше шансов для выживания. Но для этого нового поколения недостаточно только существовать. Они должны сражаться. Женщины-львицы, они заботятся о детеныши других львиц. львы, которые будут нуждаться в них. И есть сильные стороны, которые имею я, и твои львята нуждаются в них. Львы, они живут в свете, но охотятся ночью. Каждый из них понимает, какой его навык и способность охотясь вместе. Потом они доводят до совершенства эти навыки для того, чтобы это было полезно для всех. Проэс это слово и вот такие истории я вам рассказываю. Моя книга, когда просыпаются женщины-львицы, после написания этой книги, которая была переведена на пять языков тогда, я водила машину и молилась. Я сказала, Господь Бог, я не знаю, знаешь ты или нет, но я вот такую книгу написала, когда просыпаются женщины-львицы. Просто я хочу, чтобы ты утвердил, что все было нормально в этой книге. Я никогда не подумал, что ту молитву, которую я тогда произнесла в своей машине, я сейчас расскажу о ней здесь вам. Но в этот вечер я получила утверждение от Бога. мой муж проводил церковное служение в Северной Каролине. Он позвонил мне и сказал, Лиза, есть некто, с кем ты должна поговорить. Я сказала, я ни с кем, у меня нет времени ни с кем разговаривать. Я делаю домашнюю работу с нашим самым младшим сыном. И Джон сказал, я знаю, что ты занята. Я уже дал этому человеку твой номер телефона, побольше тебе позвонит. И я сказал, кто таким образом обращается с своей собственной женой. И когда этот человек позвонил, я попыталась как можно более усталым голосом сказать, здравствуйте. И он сказал, это Лиза Бивер? Я сказала, да. Он сказал, в этот вечер твой муж показал нам вашу книгу. И он сказал, что когда просыпаются женщины-львицы они лучшие охотницы. Он сделал он сказал, что женщины-львицы они лучшие охотницы. Ну, я сказал, ну, конечно, Джон сказал бы это, потому что он из моей книги знает только это предложение, он ее не читал. Он сказал, я позвонил, чтобы сказать вам, почему ваша книга так важна. Он сказал, что он ответственен за особые служения. Вы знаете, что мы проигрываем войну в Афганистане. Я сказал, да, я знаю, что мы не имеем победу там. И он сказал, ты хочешь знать, почему мы проигрываем? И я сказала, ну, конечно, делая домашнюю работу своего младшего сына, это самая-самая важная информация на данный момент. И он сказал, первая из причин, это то, что культура Афганистана не позволяет, чтобы мы говорили их женщинам. Он сказал, если ты не можешь говорить с женщинами, ты не сможешь коснуться культуры, ты не сможешь поменять культуру. а если ты не можешь изменить культуру, ты не сможешь победить войну. И сейчас мы посылаем на особые служения, большую часть которых занимают женщины. И женщины в этих служениях, они готовятся говорить афганским женщинам, что они значимы. они готовятся рассказывать этим женщинам, почему демократия, она хороша для них и для их детей. Они готовятся предоставить им медицинский послужить им в медицинском и он уже привлек мое внимание. И я сказала, конечно, я желаю узнать об этом. Они называются команда женщин львиц. львиц. Они уже должны идти, чтобы служить. Можешь ли ты дать нам копии твоих книг? львиц. Так что морские я отдала свои книги и вы можете спросить, почему я вам рассказываю об этом. Если военные силы Америки понимают, что без женщин ты можешь воевать, не можешь победить, тогда пришло время, чтобы церковь она тоже привлекла женщин, чтобы мы перестали сражаться, а начали побеждать. я вам расскажу об ужасе, который испытывает враг. Будет картина, где стоят два льва лицом к лицу. Если вы сможете показать эту картину, будет хорошо. львица и лев лицом к лицу. они не перепутали, кто они такие. Лев, он не пытается быть как львица, а львица, она не пытается быть львом. лев не пытается властвовать над львицей, а защищает ее. Враг боится, что я и ты будем иметь подобный образ. Женщины и мужчины лицом к лицу с одним сердцем в Божьей воле. Это ужас для врага. Мы должны помнить, кто мы есть. Я вам расскажу историю про женщин-двиц. Не удивительно, что моя самая любимая история, она произошла в Южной Америке. Там была проблема. Львы, они охотились на ягнят, и они подумали, что надо создать заповедник для львов, и для этого понадобилось довольно долгое время. И по этой причине одно поколение львов, оно родилось в неволе. И когда пришло время, когда надо было их отпустить из этого заповедника на волю, я увидела, как один молодой лев и две молодые львицы, они боялись. Это ограждение они открыли, но они не хотели выйти оттуда и выйти в этот открытый заповедник, который был приготовлен для них. Те, которые заботились об этих львах, они разговаривали друг с другом. Они говорили, что надо что-то предпринять, чтобы львы, они вышли из клетки. Мы перестанем их кормить. И я видела, как лидер женщина-львица ходила по этой линии. я увидела тот момент, когда ее голод стал большим, чем ее сомнения. Она прошла через эту линию, и как только она перепрыгнула через эту линию, ее сестра прыгнула за ней, львов. И две львицы молодые посмотрели, повернули свои головы и посмотрели на молодых львов, потому что они стояли на том же самом месте. И как будто они говорили, ну, девочки, на этот раз вы должны позаботиться о пище. И они увидели там козу, которая была приготовлена для них, она была убита. Они сделали несколько кругов вокруг нее, и сделали одну интересную вещь. Несмотря на то, что они были очень голодны, они не съели, они поймали, и они начали нести эту пищу к этим львам. Они давали честь этим молодым львам. Вместо того, чтобы винить этих молодых львов, и когда Бог начинает что-то открывать для женщин, мы должны решить чтить тем, кем они станут, вместо того, чтобы винить за то, что есть на данный момент. В моей Библии написано, что мудрая жена наустрояет дом. женщины, мы можем провозгласить силу на то, что должно произойти, это есть наше наследие. и все мы можем научиться многому от наших сестер львиц. И это следующее. Ни один шаг, честный шаг, он не бывает потерянным. Посмотрите, что говорит 2 Коринфянам, 6 глава. Возлюбленные, не могу даже передать вам, как я желаю, чтобы вы вошли во всю полноту жизни. Не мы ограничили вас в этом. Теснота, которую вы чувствуете, она исходит из вашего сердца. Ваша жизнь не менее значимая, но вы живете в этом ограничении. И Павел продолжает, что я говорю очень ясно. Откройте ваши жизни и расширьте в ваши пределы. Бог не спас вас, чтобы приучить. Он не представил вам закрытым и ограниченным, чтобы положить на вас ограничения. все, что вы видите. Есть вещи, которые более, чем то, что вы видели. История этих трех львов, она продолжается. Так как молодой лев имел двух львиц, то ему досталась самая хорошая территория. Другие львы начали нападать на него, чтобы захватить его территорию. Но он был любимчиком тех, кто заботились о нем. и на его шее была повязка. И другие львы думали, что они могут своими зубами вонзиться в этот ошейник, в эту повязку, которая на его шее. И мы снимем эту повязку, за счет чего его шея кажется более большой, потом его так оставим. И они взяли оружие и сели в машину. Они увидели этих львов, и они начали стрелять в них успокаивающими транквилизаторами. и лев он упал, но он был в сознании. Они приблизились к нему на машине. И они хотели уже выйти из машины. И как вы думаете, кто оказался на данный момент рядом с машиной? львицы. И они начали ходить вокруг этого льва. я увидела, как ведущий сказал, для того, чтобы мы смогли достигнуть льва, мы должны усыпить львицу. И я понял, что это то, что сделал враг от создания, от начала мира. Для того, чтобы добраться до мужчин, он усыпляет женщин. Может, многие из вас скажут, Лиза, я устала. Очень хорошо было, чтобы меня тоже усыпили. Я хотела бы немного поспать. Я не про это говорю. Я не говорю про сон. о том, что в обыденной жизни она берет от вас лучшее. И вы пропускаете то, что делает Бог. Они усыпили ее и вышли из машины. Они сняли этот ошейник, повязку. Они заметили, что она была беременна. Они начали проверять, осматривать, смотрели зубы. и в это время, когда они всякие исследования делали с львицей, лев, он сражался, чтобы встать на ноги. И они все заметили, что произошло. И они поняли, что как можно быстрее им уйти оттуда. Они сели в машину и как можно быстро уехали оттуда. И я услышала, как ведущий сказал, я так рада, что мы просто спаслись, потому что нет ничего страшнее, чем быть среди львов, которые в полном сознании. И когда я начала сопоставлять эти слова, у меня возник вопрос. На самом деле церковь, она готова или она усыплена? Мы видим, что творится в мире. и мы не можем по причинам выйти из давления. Это не первый раз и не первый случай, когда Бог через природу нас чему-то учит. В притчах 6 главе 6 стихе говорится, ленивый глупец, посмотри на муравья, внимательно проследи за ним, позволь, чтобы он научил тебя. Ему не нужно говорить, что делать. Все лето он собирает пищу, при сборе урожая он заготовляет припасы. Итак, сколько еще ты собираешься бездельничать и оставаться ленивым? Как долго ты собираешься не вставать с постели твоей? Может так случиться, что Бог приглашает нас последовать примеру львов? На самом деле он говорит мои сомневающиеся дети, посмотрите на львов и научитесь от них. Они знают, кто они есть. Они знают, чьи они. Они понимают свою силу и чтят своего создателя, более совершенствуют свои навыки. Я на самом деле верю, что ту львицу, которую я увидела, это не была статуя, это было откровение, откровение о том, как хочет Бог видеть свою церковь. Люди, которые могут свободно использовать свою силу, мужчины и женщины, которые не ссорятся с собой или имеют разногласия с Богом, Бог дает место и простор таким людям. Когда я закончила свои исследования о львах, меня и льва нас пригласили на сафари, и я подумала, наверное, это будет очень скучно. Без компьютера, без телевидения, без сотового телефона, но на самом деле это очень интересная вещь, которую мы когда-либо делали. Каждый день мы следили за львицей, матерью-львицей и львятами. И так как я очень много исследовала из жизни львов, я желала, чтобы и они узнали обо мне, так как я знала о них, я хотела, чтобы они узнали обо мне. В самый последний день мать львица, она прошла рядом с нашей машиной. В Африке эти машины для сафари, они не имеют ни окон, ни дверей. Я подумала, она говорит, прощай, мой друг. И я так очень нежно опустила свою руку, и я почти касалась ее. И когда Джон сказал, и не смей, я просто убрала свою руку, львицей. И я представила этот разговор, который у меня мог быть с львицей. Если бы Джон не вмешался, женщина- львица, она бы повернулась и бы сказала, Лиза, и я бы сказала, львица. я настолько воодушевлена, имея разговор с ней лицом к лицу, что просто бы воскликнула ты великолепна. И она бы села и сказала, знаю. И потом бы она сказала, хочешь увидеть, что я могу сделать? Я бы сказала, да, покажи мне. И она бы показала свои когти. Вот этими когтями я могу охотиться на зебр и кормить всю нашу, весь наш прайд. И она бы закрыла свои руки и показала бы свои нежные руки. нежные лапы. И этими лапами я учу маленьких львят быть сильными. львят 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 в африканской культуре есть такая вещь, когда мужчина он сильный охотник, то его называют сыном льва. львят и в моем представлении льв бы сказал «Хочешь увидеть, что я еще могу сделать?» И до того, как бы я ответила, жен бы обязательно вмешался и сказал бы «Сестра, покажи!» она бы открыла свой рот и сказала бы «Этими зубами я охотничеств убиваю, а также защищаю». Но этими же зубами я переношу маленьких львят без ущерба им другое место и потом я ложусь, чтобы отдыхать. Но до того, как спать, она бы сказала «Я прекрасно и дивно устроена». Вопрос в том, что мы не имеем проблем, когда мы видим, как дивно они устроены, но слово говорит, слово не говорит о львах. Ваш Бог думал, в это время вы не должны бояться того, что происходит вокруг вас во время геноцида. Вы созданы, чтобы быть смелыми. Александр Великий сказал, меня не пугают армии львов, которых руководит овца. Но мы есть паства тех ягнят, которых руководит лев из колена иуды. Мы смирены, чтобы следовать за ним. Но мы очень смелые, когда мы сражаемся, и наша борьба не против плоти и крови, а против тех властей. Я сказала, даже в своих самых диких мечтах я не представляла об этом. И я подумала, может быть, царь Давид тоже любил таким образом показывать свою силу, когда он писал Псалом 138. Я благодарю Тебя, Всевышний Бог. Ты необыкновенный. Душа и мое тело, они удивительно устроены. Я поклоняюсь и благоговею. Какое творение знайте, что мы должны смотреть в зеркало Слова Божьего и говорить «Вау!» Я создан для определенного времени, подобного которому никогда не было. Я подобен льву. Я должен быть сильным. Я должен быть целенаправленным. Я должен быть заботливым. Я должен иметь способности и навыки. должен иметь мудрость. И когда нужно будет убить, смертоносными врага смертоносными врага смертоносными. может быть, может быть, людей, с кем вы работаете. Может быть, ту церковь, в которой вы поклоняетесь Богу. Если вы не опасны и полностью не пробуждены, кого вы подвергаете опасности в этот момент? Поднимитесь на руки, поднимите ваши руки как можно выше. Давайте поднимем наши руки. Давайте растянемся, потому что львы всегда растягиваются. Скажите, Небесный Отец, я твой ребенок. И я скажу то, что ты говоришь обо мне. Я бесстрашный. Я дивно устроен. Я не боюсь тьмы. Ты поставил меня, чтобы я была светом. Я готов. быть опасным для врага. И быть соучастником людям. Быть полностью пробужденным для всего, что ты имеешь для меня. Высоко держите ваши руки, потому что я буду молиться за вас. Бог, я провозглашаю пробуждение. Дикое и опасное пробуждение. Я благодарна тебе за твоих дочерей и твоих сыновей, которые открывают свои глаза, чтобы видеть помазание львов. Они откроют свои уста и они пойдут на войну. я благодарна, что из земли поднимается голос единения, который будет, он закроет уста врага во имя Иисуса. Аминь. Положите вашу руку на вашего соседа и посмотрите на них и скажите, ты необыкновенный. Что это означает? Может это слово трудно переводить, но в американской культуре ошеломительный означает быть способным что-то остановить. вы ошеломительны. Это означает, что когда вы будете теми, как вас создал Бог, вы остановите врага. Вы возьмете все... Вы остановите его ловушки. Вы ошеломительны. это произойдет. Когда церковь вспомнит, что не важно, какой вид она имеет, а что важна сила для действия, я провозглашаю на жизнь дочерей и сыновей Божьих свободу на матерей и отцов, чтобы вы были всем тем, для чего вы были созданы, чтобы вы не сдавались, чтобы вы не были взяты врагом, а чтобы вы остановили их, потому что вы ошеломительны. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ